мир вам братья и сестры слава господа я приветствую всех вас именем господа нашего иисуса христа это воскресное утро слава ему слава ему уже как я привык говорить много слышали очень полезно и слышали но у нас сегодня воскресное служение меня брат спросил у нас есть еще одна песня будет спеть ее или уже достаточная группа эти воскресенья у нас много времени да это один день где мы можем посвятить наше служение господу услышание слова мужья назидание увещевание друг друга вы знаете я желал бы прочитать из 5 главы моисея это книга второзакония буду читать с двадцать седьмой главы с одиннадцатого стиха прочитаю по 13 пути 3 стиха и заповедал моисей народу в тот день говоря сии должны стать на горе горизим чтобы благословлять народ когда перейдете и ордам симеон леви иуда и сахар иосиф и вениамин а сии должны стать на горе гивал чтобы произносить проклятие рувин гад асир заволон дан и нефавин братья и сестры у меня сегодня такая необычная тема я бы хотел сегодня спросить нас на какой горе желали бы мы оказаться и тема моей проповеди две горы две горы поскольку узнать в нашем собрании такой но разный контингент есть люди которые уже давно служат богу есть люди которые не так давно обратились господи есть может быть те которые в первый раз в нашем собрании я бы хотел вот знаете просто спросить вас а вы поднимите руку гора горазин это та гора с которой народ благословлял эти служителя божьи благословляли народ гора гивал эта гора откуда провозглашалась проклятие на народ и бог сказал те которые будут стоять на горе гаразин они будут провозглашать благословение для всех тех кто будет соблюдать закон божий кто будет стараться исполнять его и благословение заключалась в том будешь благословен в городе будешь благословен на поле твоем будет благословен дом твой плод чрева твоего скот твой будут благословены пастбище твои будет благословен и так далее благословен и благословен те которые не будут соблюдать закон божий те которые будут нарушать заповеди Божии, все те будут слышать проклятие с горы Гевала, и там будут провозглашаться, проклят кто не исполняет закон Божий, проклят тот, и так далее, и так далее, и так далее, и проклят, проклят, проклят. Вот теперь, братья и сестры, все те, кто желают оказаться, если бы нам предоставилась возможность быть на той или другой горе, кто бы избрал гору Горазим для благословения, поднимите правую руку. Кто желал бы зайти на гору Гевал, чтобы провозглашать проклятие, можете поднять левую руку. Хорошо. Теперь, значит, братья и сестры, исходя из этой темы, я желаю немножко, так скажем, поговорить и адаптировать это сегодня на наше служение, на наше время. Я бы тоже желал зайти на гору Горазим, чтобы провозглашать благословение. Почему? Потому что мы к этому призваны, да? Чтобы провозглашать благословение. Вы знаете, апостол Павел пишет в послании Тимофея, послание Тимофея, первое послание Тимофея, шестая глава, двенадцатый стих. Я на эту тему когда-то проповедовал. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван». «Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни». Я бы хотел вот эти два места Священного Писания сопоставить и перевести сегодня на нашу жизнь. благословение. Вы знаете, очень много зависит от того, что мы в нашей жизни избираем. Что мы говорим? И я умышленно предложил вам выбор. На какую гору бы вы пошли? На гору благословения или на гору проклятия? Благословлять или проклинать? Я думаю, что не случайно Бог, ну, рассортировал так, сказал, этот, 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 этот пойдет на гору Горазин. Бог не говорит, почему, зачем. Может быть, среди них были люди или поколения, или колена, которые говорили бы, Господи, но мне не хочется идти на гору Гевав. Я бы хотел провозглашать благословение. Я хочу на гору Горазин. Но по каким-то причинам Бог разделил Израиль. И одних поставил на одну сторону, других поставил на вторую сторону. Одних, я говорю, по правую сторону благословлять, других по левую сторону проклинать. Я не говорю, что это являлось причиной, но я хочу перевести сегодня в нашу жизнь и адаптировать это на нашу жизнь, на то, что мы сегодня говорим, как себя ведем и так далее. И я не знаю, если бы сегодня Господь дал бы такой указ, одному встать по левую сторону, другому встать по правую сторону. Один будет благословлять, другой будет проклинать. То сколько бы в нашем собрании сегодня оказалось по правой стороне на усмотрение Божье? И сколько в нашем собрании оказалось бы по левой стороне? Я говорю, теперь не на наше усмотрение, не по нашему желанию и настроению, а по усмотрению Божьему. И я могу предположить, возможно, Бог определял этот контингент людей, возможно, по жизни, по тому, как они себя ведут, по тому, что они говорят, как думают. Что чаще выходит из уст их, недовольство или благословение? Почему-то Бог не поставил Иуду на гору. Я имею в виду колено Иуда, Иуды на гору Гевал. Оттуда должен прийти Мессия, через которого будут благословены все племена земные. Почему-то других не поставил. А вот, понимаете, разделил. Я вот над этим думал. Если бы сегодня было предоставлено возможность сделать выбор, куда бы, на какую гору бы пошли? Это один вопрос. Второй вопрос. Если бы Бог направлял одних в одну сторону, а других в другую, куда бы Он нас направил? Апостол Павел говорит, подвязайся добрым подвигом веры. Подвязайся, старайся. Старайся оказаться среди благословенных. Старайся быть там, где благословляют, чтобы быть благословенным. Но по жизни, по поведению, потому что мы говорим, думаем, мы можем оказаться и в числе тех. Бог скажет, нет, тебе здесь не место. Ты иди на гору Гевал. Я привык от тебя слышать постоянно недовольство. Я привык от тебя всегда слышать постоянно, из уст твоих льется горькая вода. Вот иди туда, оттуда будешь говорить в адрес всех тех, кто поступает неправильно. Тебе это к лицу. Оно написано по твоей жизни. А ты пойди на гору Горазим. Из уст твоих я слышу слова благословения. И даже тогда, когда кому-то тяжело, и даже тогда, когда кто-то где-то ошибается, ты не та личность, которая смотрит, а? Кто же там еще упал? А, вон упал. Проклят, проклят. Там кто-то поступил неправильно. Проклят, проклят. Понимаете, да? Суд, и суд, и осуждение. Но ты тот, который даже и тогда, когда где-то кто-то оступился, где-то не так сказал. Ты вступаешься за него. Ты молился за него. Мне жаль посылать тебя на гору Гевал. Иди, благословенный, на гору Горазим. Твои уста, уста благословения. Ты будешь произносить благословения в адрес тех, как Библия говорит, кто Господень. Иди ко мне. Помните, да? Говорил Моисей. Ты будешь говорить и благословлять, потому что и сам призван к этому. По жизни твоей написано благословение Божье. Ты семья Авраамова. Ты семья Сына Божия. Ты понял Евангелие и учение Христово. Благословляйте, а не проклинайте. Благословляйте, потому что вы к благословению призваны. Это такое короткое вступление. Вы знаете, я хочу пойти дальше. На этом не хочу остановиться, но хочу пойти дальше. Вы знаете, жизнь Израиля, она имела определенные сложности. Там тоже не всегда все цвело. Там были трудности. Там были проблемы. Там народ тоже, попадая в какие-то обстоятельства жизни, вынужден был выбирать, что теперь делать. Еще благословить Бога. Или уже, может быть, отвернуться от Него и начать роптать и недовольствовать. Задавать Богу вопросы. Боже, для чего Ты вывел нас сюда, чтобы нам пасть костьми в пустыне? И человек всегда имел выбор, что делать. Жена Иова, видя страдания его, не выдержала. Понимаете? Она была другого духа, чем Иов. И подходит и говорит, Ты еще верит в уповании Твоем и в верности Твоей. Да говорит, прокляни Бога и умри. В ней уже это созрело, хотя она не сидела за станом и не скоблила себя черепицею. Она уже изменила Богу, смотря на страдания мужа своего. А Он говорит, Ты говоришь, как одна из неразумных. Неужели нам только принимать благословение и доброе от Бога? Друзья, на какой горе находимся мы? Куда мы направляем наши стопы? И куда бы направил нас Бог? По нашей жизни, по нашим словам, по нашему поведению? Что мы говорим? Что исходит из уст наших? Какой категории людей? К первой или ко второй? Я бы никому не советовал направляться на гору Гевал. Никому. А я бы советовал всем тем... Вы знаете, Бог найдет, кого направить на гору Гевал. Но нам я бы советовал подвязаться добрым подвигом веры. Держаться в вечной жизни. Учение Иисуса Христа. И быть в счастье тех, которые желают наследовать благословение. И желают благословлять. Это лучший жребий. Это лучшая и благословенная позиция. Подвязаться добрым подвигом веры и переводить сегодня на эту жизнь. Вы знаете, это когда мы переносим те же трудности, проблемы. А ну мы храним нашу верность к Господу. Мы стоим твердо на пути Господнем. И тогда, когда приходят огненные испытания в нашу жизнь, мы сохраняем верность, по словам апостола Павла, прожив жизнь свою, он говорит, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды. Посмотрите, он говорит, подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил. Прошла его жизнь. И вы знаете, и вот такой знаменатель. Вот такой конец. И он может о себе сказать, я подвигом добрым подвязался. И уже своему сотруднику, молодому служителю, он пишет и дает этот же совет, говорит, подвигом добрым подвязайся. Не подвязайся, подвигом веры. Держись вечной жизни. Делай то же самое. Старайся быть в числе тех, кто за дело Божье стоит. Твердо. Защищая дело Божье. Строение Церкви Христовой грудью. Это верные служителя. Это верные дети, сыны и дочеря Божьи. Они ревнуют о деле Божье. Но есть и другая категория людей. Они смотрят, чтобы найти что-то такое, чтобы выразить свое недовольство. чтобы излить свою горечь. Чтобы еще раз что-то сказать. То, что не благословит. А то, что принесет недовольство, неустройство. Выразить слова проклятия, я говорю сейчас словами горыгевал. И это плохо. Я уже говорил, по всей истории Израиля, мы видим добрые примеры людей, которые вставали в пролом за дело Божье, хранили верность Богу, хранили верность народу Божью, хранили верность Моисею и служителям Господним. И эти люди были благословены. Посмотрите, когда вышел Израиль на сражение, когда Израиль сражался с Амадиком, Библия говорит, Моисей вышел на гору, взошел на гору, и он поднимал руки свои и благословлял Израиля. Он стоял всем своим существом за народ, чтобы народ побеждал, чтобы была победа за Израилем. И вот когда руки его отяжелели, когда он уже не в силах был держать их, и от этого зависела победа Израиля, Слово Божие говорит, ему подложили камень. И он сел на камень и поднимал руки свои, но руки у него отяжелели. Подошел он и Арон. И стали поддерживать руки Моисея, чтобы несложен был Амадик, чтобы победа была за Израилем. И Библия говорит, и так победил Израиль. Я думаю, что, наверное, со стороны тоже были люди, которые смотрели, что же из этого получится, что же выйдет. Кто-то, может быть, в сражении там роптал, уставая в борьбе своей, произносил какие-то слова нехорошие. Но кому-то было не все равно. Кто-то знал, что от этого зависит судьба народа. Вы знаете, и в этом есть большая разница, друзья, быть благословенным или быть проклятым. Потому что Христос говорит, знаете, одним Он скажет, войдите, благословенные, в дом Отца Моего, уготованный вам от создания мира, приготовленный Господом, как прекрасные, чудесные обители. А другим Он скажет, отойдите, проклятые, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелом Его. Вот что в нашей жизни, друзья, чаще проявляется? К чему мы приложили сердце наше, что нам больше нравится? Я думаю, что... Поэтому я и задал, спросил этот вопрос. Всему нашему собранию, может быть, за исключением некоторых, все-таки нравится быть на горе, и желательно мы хотим оказаться на горе Горазим. И это хорошо. И я бы это пожелал всем. Всем бы пожелал. Но вы знаете, смотря на историю народа Божьего, мы видим, что все-таки были люди, и очень часто из них было большинство, те, которые проявляли недовольство, выражали ропот свой. Посмотрите, Израиль пришел к Иордану, подошел к границе обетованной земли. И теперь Бог говорит, пошли, Моисею, пошли людей, чтобы они исследовали землю и посмотрели ее. Какова она? И прошли эти 12 человек по стране той, по земле той, и принесли весть. Два человека принесли хорошую весть. Десять человек принесли нехорошую весть. Смотрели то же самое. Ходили вместе. Но одни принесли нехорошую весть. И через это ослабили веру и дух народа Божия. Навлекли на себя проклятие и на народ беду. Но два человека, Иисус Навин и Халев, принесли хорошую весть. Они подвязались добрым подвигам веры. Понимаете? Они знали, что они не одни пойдут. И это был подвиг с их стороны. Они свое упование возложили на Господа. И это Богу нравилось. И Господь сказал, Израиле, за то, что вы, слушая вот этих десятерых, я говорю своими словами, которые принесли вам нехорошую весть, которые провоцировали в вас произносить нехорошие слова в адрес мой. Я своими словами говорю, да? Так немножко адаптирую это на наше время, как мы иногда можем, да? За то, что вы роптали, за то, что вы смущали сердце народа и ввели его в грех, возвращаетесь назад. Будете сорок лет, день в день, как вот сорок дней вы осматривали или ваши вожди, старейшины, осматривали эту страну, и принесли вам эту весть. Вот теперь будете сорок лет ходить по пустыне, пока вы все, кто вот это говорил, что вы падете там от меча, что Бог не в силах дать вам эту землю и так далее. Вот то, что вы теперь произносили в своем неверии, в своем ропоте, вот это сбудется на вас. Вы все ляжете костьми в пустыне, а дети ваши войдут. Вот уже были у Иордана, были рядом, Господь их направил назад. Сорок лет они ходили там и пали все костьми, кроме Иисуса Навина и Харева, Бог сказал. Они войдут в обедованную землю, в них был другой дух. Понимаете? Они войдут. А все остальное поколение легло костями в пустыне. Дети их вошли. Вот то, что они произносили. Вы знаете, есть... Я хотел это прочитать, но я скажу это устно, хотя прочитаю, наверное, это будет, может быть, лучше для того, чтобы она осталась у нас в памяти, как пример. Вы знаете, есть в книге «Царств», 4 глава, 7, 4 книга «Царств», в 7 главе, сначала там описываются слова, которые изрекал пророк, муж Божий. Это был пророк Елисей. В то время, когда Самария, Израиль терпел очень великий голод. И там был муж Божий. И вы знаете, и уже люди готовы были есть детей своих. До такого ужаса дошло состояние этого города, народа этого. Тесельяне, они держали их в осаду. И вы знаете, и когда царь повелел привести пророка Божия, и он хотел его умертвить, потому что люди, когда впадают в такое тяжелое обстоятельство жизни, зачастую, как мы уже сегодня слышали, задают вопрос, где Бог? Где Он? Покажите мне! Вы христиане! Где Он? Что Он с нами делает? Понимаете, Сатана начинает настраивать людей против служителей Божьих, против тех, кто служит Господу верно, кто сохраняет верность Богу и в таких тяжелых обстоятельствах жизни и при Самарии. И вот говорит, давайте его сюда. И приходит Елисей. И, вы знаете, говорит интересные слова, такие, которым было трудно поверить, но Он сказал и произнес их во имя Господа. И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиплю и две меры ячменя по сиплю у ворот Самарии. И отвечал сановник на руку, которого царь опирался человеку Божию и сказал, если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. И Библия дальше повествует, говорит, когда это все исполнилось, когда действительно пришло это изобилие, и народ побежал из города, ломясь через эти ворота, чтобы что-то получить, поесть, то царь поставил вот этого как раз сановника. Это был человек, который был близко с царем, он знал возможности Самарии на то время, он знал, что житницы пустые, все-все, и он по-своему, по-человечески рассчитал все это, и сказал, даже если Бог окна небесные откроет, может ли это исполниться, Елисей посмотрел на него и говорит, твоими глазами это увидишь, но кушать от этого не будешь. Увидишь, что Бог это сделает, но есть этого не будешь. И когда ловился народ через эти ворота города, вот, то сановник был поставлен за тем, чтобы он следил за порядком, но народ сшил его и затоптал его, и исполнено Слово Божье. Глазами твоими увидишь, что это будет, но кушать от этого не будешь, есть не будешь. Братья и сестры, вот так случилось и с теми десятьми старейшинами, которые глазами видели благословенную землю, но принесли нехорошую весть, но не вошли в эту обитованную землю. Я недавно, знаете, так, прослышал, оно меня немножко, знаете, как-то смутило слова одного человека, который, ну, в настоящей время мы строим церковь, Христов, да, церковь, дом молитвы, и кто-то сказал, ну, церковь построим, чтобы она не оказалась пустой, вот примерно такую мысль. А вы знаете, а у меня в сердце как аларм, знаете, так, зазвенело, и сразу я получил тему две горы. так хотелось бы выйти за микрофон, быть вдохновенным Господом и сказать, будь осторожен, когда ты такое говоришь. Люди строят не себе дом, а строят дом Божий. Будь осторожен, когда ты такое думаешь. переходи с горы Гевал на гору Горозин, чтобы не случилось так, что твоими глазами ты это увидишь, что это было начато, и это было закончено, но для тебя там места не будет. По какой причине Бог знает? Может быть, по причине болезни, скоропостижной смерти, а может быть, по причине твоего духовного ослабевания, ты будешь где угодно, но не в той церкви, не в том доме Божьем, которое строится во имя Божье. Сбудутся, может быть, в жизни твои слова, но только над тобой, может быть, над твоими детьми, ты это увидишь, потому что ты это избрал. Когда Неемия был вдохновлен Господом, чтобы строить дом Божий, ставить стены, восстанавливать стены Иерусалима, то там тоже были люди, которые не принадлежали к народу Божьему, смотрели со стороны и смеялись, что они там затеяли. То, что они начнут, разве хватит у них сил закончить? И говорили нехорошие слова. Я это тоже прочитаю, братья и сестры. Это тоже очень интересно. Смотрите, здесь Неемия повествует и говорит, когда четвертая глава книги Неемия, когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями и говорил при братьях своих, при самарийских военных людях и сказал, что делают эти жалкие иудеи, неужели им это дозволят, неужели будут они приносить жертвы, неужели они когда-либо кончат, неужели они оживят камни из груд праха и притом поженные Атовия амонитянин бывший подли него, то есть возле него сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Вот так смеялись всегда. И Меемия молясь Богу говорит, услыши Боже наш, в каком мы презрении и обрати ругательство их на голову их и предай их презрению в земле пленения и не покрой беззакония их и грех их да не изгладиться предицеем твоим потому что они огорчили строюще. Как серьезно, понимаете, да? Когда мы делаем дело Божье, когда есть люди, которые подвязаются добрым подвигом веры, они нуждаются в духовной поддержке, они нуждаются в оре и в ароне, в орах и аронах, они нуждаются в тех, кто мог бы поддерживать руки, и чтобы побеждан Израиль. И тогда, друзья, когда у нас нет возможности оказать помощь физически, вы знаете, очень, Бог очень серьезное внимание обращает на наше моральное отношение к этому, моральную позицию, духовную позицию. Ведь Моисей, вот обратите внимание, Моисей, Ор и Арон, они не имели меча, они были на горе, но они стояли пред Богом. И вот от этого зависело многое, что происходило там, в долине сражения. Когда народ Божий единодушен, когда мы внутренно стоим за дело Божье и благословляем, дело Божье, тогда мы соучастники в том, что говорит апостол Павел, подвигом добрым я подвязался. Я взошел на гору Горазин. Добрым подвигом я подвязался. Я помогал, поддерживал руки тех, которым Слово Божье говорит, подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни. Прилагай старания, потому что время нам строить дом Господи. И это хорошо, братья и сестры. Все равно, какое служение, будь то строение церкви, будь то молитвенные и духовные служения, будь то материальное служение, на какой горе мы, дело реабилитации, на какой горе ты, дорогой брат и сестра. можешь ты это благословлять. Дело евангелизации и так далее, дело спева, молитвенных служений, на какой ты горе вольный наблюдатель и видишь только ошибки и говоришь, это не так, и это не так, и поэтому я не буду участвовать. Хор не так поет, я на спевку не пойду, молодежное служение не так, я на молодежное не пойду, молитвенное служение не нравится, я на молитвенное не пойду. Так, придет время, мы можем оказаться на горе Гевал, потому что Бог скажет, вот этого мне жаль туда направить, но ты пойдешь туда, потому что по всей твоей жизни сплошное недовольство, ропот, твои уста привыкли это произносить, оттуда текла всегда такая вода, иди туда. Мы сегодня слышали стихотворение, сестра Лена рассказывала, знаете, оно как-то меня, особенно вот эти слова как-то тронули меня, там смысл такой, когда человек по жизни своей будет приплывать к берегу, то там такая была фраза, смотри, тебя встречает, неправда он знакомый для тебя, я своими словами говорю, да, вот, но вдруг человек в смущении, и он не хочет иметь дело с тем, кто его встречает, он не хочет ему подавать руку, хотя он и знаком по жизни на земле, но автор говорит, но ведь ты так близко, ты же ему служил на земле, ты же, ты был такой преданный ему, теперь иди на ту сторону, иди к нему, и подразумевался дьявол, он тебя ждет, он тебя встречал, но ты туда не хочешь, ты идешь к Господу, ты хочешь идти к Господу, ты направляешься туда, но это надо было сделать раньше, этот выбор надо было сделать здесь на земле, чтобы Христос нас встречал, надо быть Христовым, понимаете, надо любить дело Христово, надо стоять за делом Божьим, надо всем нашим существом поддерживать дело Божье и подвязаться добрым подвигом веры, чтобы когда пройдет твоя жизнь и ты мог сказать подвигом добрым я подвязался, я поддерживал дело Божье, все равно в чем оно выражалось, я стоял за дело Божье, добрым подвигом веры я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды. И не только мне, но всем возлюбившим явлением Его. Итак, друзья, давайте мы будем направлять наши стопы, наши желания, наши сердца на гору Горазин. В число благословенных мужей и жен Божьих, чтобы благословлять, чтобы поддерживать, чтобы укреплять. И сейчас мы будем молиться. Братья и сестры, я думаю, что тема моей проповеди была понята, она имела больше так духовный характер, но я думаю, что все мы поняли. И мы хотим быть в числе благословенных. Мы желаем наследовать благословение. Будем благословлять, благословлять и благословлять Дело Божье. Аминь. А теперь давайте мы склоним наши колена и поморимся.